У кого когда-либо была карта желаний, может быть список желаний, может быть дневник желаний и тот, кто сейчас мне напишет, что когда-то это было, вы можете смело сказать, что все, что там было записано, все исполнилось. Правильно? Я думаю, что каждый было и сбывается, каждый это скажет, но, к сожалению, сейчас почему-то с кем бы ты ни разговаривал, да, с кем бы ты ни разговаривал, все говорят о том, что, ну, раньше у меня была, правда, все сбылось, а сейчас я что-то забыла, я сейчас вообще не делаю, у меня сейчас все в голове, да, любимая у нас фраза, у меня сейчас все в голове, может быть кто-то просто разучился мечтать, кто-то вообще не понял, что это такое, хотя все признают, что когда у них были коллажи, когда у них были записаны цели, у них сбывалось абсолютно все. Каждый из нас сегодня на этом вебинаре не случайно, значит, каждый из нас, кто пришел на этот вебинар, узнав эту тему, да, решили выйти из этого состояния, такого состояния-нестояния, состояния, когда ничего в жизни особо не меняется, и когда все блага мира проходят мимо тебя и готовы меняться сами и менять свою жизнь в сторону невероятных событий. А знаете анекдот? Софочка, так может ты уже возьмешь и похудеешь? И что, жить без мечты потом? То есть нужно жить, да, в постоянном состоянии потока. Давайте с вами разберемся. Мечты и цели, чем это отличается? Почему цели, как правило, всегда достигаются? Мечты, как правило, остаются мечтами или люди даже не позволяют свою цель перевести в разряд мечты. Вот смотрите, цель – это реальный предмет сознательного или бессознательного стремления объекта, конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс. Сравним две квартиры. То есть что такое цели? Цели – это то, что обычно достигается каждым абсолютно человеком в жизни. Дом, квартира, машина, телефон, одежда, обувь, похудеть, потолстеть и так далее, и так далее. То есть это цели, которые… Здесь мы не говорим о том, какая это машина. Это может быть Деонексия, это может быть Шестерка, это может быть там еще какая-то, ну такая из дешевеньких машин, да, но она же есть. Квартиры. Вот я для примера поставила вам две квартиры. Смотрите, одна квартира размером 40 квадратных метров за полтора миллиона, предположим, где-нибудь там в маленьком-маленьком городке. Вот как вы думаете, из 100 человек, например, да, ну из 100 семей, да, кто будет идти к этой квартире, кто поставит цель купить квартиру? Ну практически все 100 семей, потому что на полянке живут, ну, единицы, не будем называть эту категорию людей, да, Но каждый человек зарабатывает себе, делая цель свое жилье, да, и, как правило, каждый достигает этой цели. А вот если, например, квартира в тысяче квадратных метров, пятикомнатная, там, шестикомнатная квартира в центре Москвы, она же тоже квартира, но она уже переходит в разряд из целей, она переходит в мечту. И люди просто перестают в нее верить, и такие мечты себе даже не ставят. Но, раз такие квартиры существуют, значит, они для кого-то существуют, вопрос, почему они для нас? То есть человек, то, что он достигает, он считает, что это мечта, хотя на самом деле это была обычная цель, чтобы по пирамидке, да, наших потребностей заполнить первую, вторую ступенечку. И он не идет дальше, не стремится дальше, потому что вселенная, как спонсоры нам говорят, да, по вере вашей дано вам будет, вселенной все равно, какую вы по квартиру будете просить, тысячу квадратных метров или, там, 36 квадратных метров. То, что мы просим, то мы и получаем. Но почему-то люди останавливаются на том, что я и так, ну, я и так как бы всего достиг жизни, да, по факту. Что происходит? Если копнуть буквально, ну, каждую, ну, может быть, не вторую, но третью, четвертую семью, то в каждой третьей, четвертой семье есть хоть один кредит. Я думаю, что это ни для кого не секрет, ну, дай бог, если ни у кого из присутствующих здесь нет, да, потому что кредиты, это не очень хорошая тема. Но, тем не менее, в основном люди живут, люди радуются, что я достигла своей цели, я купила дом, я купила квартиру. При этом это огромная ипотека. На 20, на 25 лет ипотеку беру, да, но зато они достигли цели, они купили свою квартиру. Дальше, вот специально подобрала такие картиночки. Следующая цель – машина. Ну, в семье, там, например, двое детей, надо возить их куда-то там. Загород, например, на кружки, на секции, да. Как правило, в каждой семье сейчас есть машины, и даже бывает не по одной, но каждая вторая машина в кредит. То есть люди просто работают за то, что отдают все деньги за кредиты, за ипотеки, за долги. Вот новость, которую я, в принципе, вообще даже не знала, что люди даже в отпуск ездят в кредит. То есть люди берут кредит, едут отдыхать. Оказывается, даже сейчас турагентство такое предлагает. Люди берут кредит, едут отдыхать, потом целый год выплачивают за этот кредит, когда уже на следующий год надо ехать отдыхать, да. А у них еще за тот отпуск, уже все забылось давным-давно, и вообще уже никаких эмоций не осталось, и ты все еще выплачиваешь за отпуск. Ну, супер. Да, магазины продуктовые. Как правило, ну, большая часть, да, я не говорю все подряд, но вы это понимаете. Но большая часть людей смотрит именно на желтые ценники, то, что со скидкой. Телефоны. Ну, телефоны сейчас это вообще отдельная тема, да, потому что люди хлеба себе не купят, да, но айфон дорогущий купят обязательно. При этом они эти айфоны покупают в бешеные цены и платят за них 2-3 года кредит. Тоже непонятно для чего, зачем это, эти понты, есть обычные телефоны, которые хорошо работают, смартфоны, да, если ты живешь, ну, если ты покупаешь телефон за 90 тысяч, да, то, значит, у тебя никак не должны быть ипотеки, кредиты и так далее, и так далее. И есть другая категория граждан, более, ну, большая такая категория, когда есть квартира, может быть, кого-то от наследства досталось, да, но там нет кредитов. То есть живем в своей квартире, нормальной, может быть, была одна, однушка, добавили двушку, трешку и так далее, да, то есть остались там в трешке, в четырех комнатной квартире, живут, у меня есть своя квартира, у меня есть своя машина, у меня нет ни одного кредита, да, я каждый год вожу ребенка на море, ну, подумаешь, что это Турция, подумаешь, что это пятерка дешевая там за 30 тысяч, да, не такая пятерка, которую нам предлагает компания, а дешевая пятерка. Ну, ты же мамский долг выполняешь, да, ну, подумаешь, там, по желтому ценнику ты покупаешь продукт, ну, и телефон у тебя тоже стрёмный, да, ну, и ладно, зато есть. То есть старая категория граждан. Но в это время, в это время вокруг нас происходят чудеса. Вот это наглядные примеры, которые я сегодня списала с Инстаграм. Инстаграм, я не буду говорить фамилии, но это не звезды, то есть это обычные девчонки, которые делали себя сами. Некоторые из них директора нашей компании, ну, не директора, конечно, но бриллианты, да, и выше, но тем не менее, смотрите, загадала сняться в клипе Билана. Вуаля, и через два месяца мечта сбылась. Вы можете посмотреть, она там стоит с двумя своими маленькими мальчиками, хлеб в новом фильме подает. То есть это была вот просто галимая мечта, а надо два месяца сбылась, лечу на фотосессию в Венеции на выходные. Кто со мной? То есть девушка пишет статус, что я лечу в Венецию на выходные просто на фотосессию, ищу себе девочку-подружку-попутчицу, да. То есть в голове нормального, в кавычках, человека не укладывается, как можно просто так, слетать на фотосессию в Венецию, на просто на выходные, да, когда я целый год за то же самое море выплачиваю, там, кредит, да. Загадала дом в Майами, и через два года он мой. Захотела стать миссис города, и вуаля, я выиграла. Вчера ребенку приснился бразильский карнавал, и вау, сегодня у нас билеты на руках. Фотосессия в Париже с букетом тысячи воздушных шаров. Легко. Я еще и фотографа с тобой брала с России. Машину без крыши, ну и пусть говорят, что я дура, я хочу. Муж мне дарит на 35-летие красный кабриолет. Вот это все происходит в нашей реальности. Мы мимо всего этого ходим. Вопрос, правильно Людмила Устинна написала, а вам слабо? Почему кто-то достоин этого? А мы считаем, что жизнь в кредит, работа на трех работах, да, масло масляное, это норма. Идем дальше. А в это время, а в это время в Арифлейм. Это вообще вот то, что, я не знаю, мне кажется, это вообще всем снесло крышу, это ипподром. Это просто вообще что-то невероятное. Я не знаю, какой маркетолог, да, это придумал, но это настолько гениально. То есть ни одна компания в жизни, мне кажется, для такого бы никогда не додумалась. Фильм красотка, все смотрели, ну и не говорите, вот не врите себе, что вы не мечтали оказаться на этом ипподроме среди богатых людей, да, потому что ипподром это роскошь, это богатство, это бешеные ценные деньги, да. Дальше. А в это время в Арифлейм лайнер. Ни одна нормальная, в кавычках повторюсь, опять же, да, семья лайнер в принципе себе не может позволить. Три раза в год путешествия. Если кто-то целый год выплачивает кредиты за то, что съездил один раз на море, да, в Турцию, то другие три раза в год летают. При этом, вот то, что вообще, я думаю, каждому должно сейчас нести башню, простите меня за некрасивое выражение, Лос-Анджелес, уже компания просто не знает, что сделать, чтобы мы работали. А мы все сидим и сидим, сидим и сидим, да, компания уже такие вещи творит, которые просто, ну просто нормальный человек уже должен поднять свое одно место и начать работать. Майами, самый дорогой этой Турции, мечта, вот это вообще, обзор каталога, это мечта у меня прописана, я специально нашла свой старый блокнот, я вам его сегодня покажу, свой новый блокнот, да, и у меня в этих блокнотах написано, вот в старом блокноте мне написано, что я делаю обзор каталога. Представляете, я просто об этом мечтала когда-то давным-давно, я об этом забыла благополучно, а компания это внедрила, и сейчас девчонки вместо меня делают обзоры каталогов. Это вообще, это просто мне, ну я не знаю даже, что уже сказать, Япония, про Японию вообще сказано очень много, потому что просто так нормального человека туда тоже слетать практически невозможно. Компания это делает. Почему все эти блага проходят мимо нас? Почему мы разучились мечтать? Почему мы не делаем так, что Арифлейм исполняет наши мечты? Почему он исполняет чужие, а не наши? Обратите внимание на разницу в выражениях, мечта сбывается и достижение цели. То есть это пассивное и активное отношение к ситуации. Если квартира 36 квадратов для меня это просто цель, которую я 100% исполню, да, и буду при этом верить, что это была, оказывается, мечта, то квартира в 1000 квадратных метров в центре города Москвы, то это мечта не сбылась, да. Брать ответственность на себя или не брать, а ждать или действовать. Сейчас два коротких примера, на которые вы мне ответите. Что здесь произошло? Здесь мечта сбылась или цель достигнута? Жила была девочка в городе Нижний Тагиль. Вот в таком, в кавычках, у меня сегодня все в кавычках, в красивом домике около 56-й школы, да. И однажды эта девочка решила переехать в другой город, потому что, ну просто потому что к маме поближе, да. Съездили несколько раз в другой город, посмотрели несколько квартир, выбрали одну квартиру, продали квартиру в Тагиле, сняли деньги Арифлейм 400 тысяч, добавили и купили квартиру в городе Магнитогорск. И теперь эта девочка живет в городе Магнитогорск. Вот здесь, как вы думаете, мечта сбылась или цель достигнута? Ой, здесь едины какие-то кричат, едины, едины. Девочки, вы здесь? Конечно, обычная, самая такая примитивная цель, которая просто вот придумалась сегодня, да, и через месяц она была осуществима. А теперь второй вопрос. Да, мы здесь. Второй вопрос. Мечта сбылась или цель достигнута? Опять же, жила-была девочка, которая, наверное, лет с 20 мечтала встретиться с Тиной Канделаки. Просто мечтала встретиться с ней и задать ей несколько вопросов, потому что по энергетике этот человек был очень близок. То есть мне нравилась вот эта ее энергия, вот эта ее бешеность, да, ну такая бешеность в хорошем смысле слова. И я просто, было такое, что когда у нас еще не было ребенка, в 7.30, я не помню по какому каналу, каждое воскресенье Тина Канделаки была передача «Самый умный», вроде бы, «Самый умный», да. Представляете, мы в этот день с мужем спали не в спальне, а спали в зале на диване, чтобы нам завести будильник на 7.30 и смотреть передачу эту детскую. Каждое воскресенье, но на протяжении где-то года, когда компания объявила конкурс «Ужин с Тиной Канделаки», он у меня, конечно, не так был, я просто хотела с ней встретиться, я просто хотела ей задать пару вопросов. Но когда компания объявила конкурс «Ужин с Тиной Канделаки», как вы думаете, кто выиграл этот конкурс? То есть здесь мечта сбылась или цель достигнута? Здесь вообще просто, я считаю, что это какая-то вот, причем это не просто так, я ее где-то на сцене увидела, да, где-то на сцене увидела, там просто подошла к ней сфоткаться, нет, это был ее собственный ресторан, в котором она разговаривала с каждым, в котором она давала какие-то там нотации, то есть это действительно, но это не цель. Сейчас вы понимаете, что такое цель достигнута и мечта сбылась, почему нужно именно мечтать о цели, а не сами собой достигнутся. То есть самая главная цель, которая, самая главная мечта, ну и соответственно цель, которая должна перейти в разряд, наоборот, мечта, которая должна перейти в цель, да, это, конечно же, звание в компании. Потому что если будет звание в компании, вот все остальные блага, ну такие материальные, да, они будут исполнены, будут исполнены и дома, и квартиры, и машины, и путешествия, и здоровый образ жизни, да. Хотя вот здесь вот люди спорят, что когда у тебя есть деньги, это не значит, что ты здоровый образ жизни ведешь. Вот я здесь категорически не согласна, почему? Потому что когда у тебя есть деньги, ты ходишь и покупаешь продукты. Первое, по желтым ценникам это всегда, ну или уже вот подходит срок годности, да, или там, ну или что-то там, не знаю, редко бывает, когда там что-то хорошее. У тебя нет денег элементарно там на кроссовки, чтобы пойти бегать, да, у тебя нет денег, чтобы ходить на тренажерный зал, там в тренажерный зал там 3-4 тысячи стоит в месяц. И не все могут его позволить, ну и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что здоровый образ жизни, ну в плане даже не здорового образа жизни, санатории, например, там и так далее, да, это все равно относится к тому, что деньги должны быть. Дальше, идем дальше. Смотрите, вот специально сделала, да, цены, тур в Америку, тур в Америку на месяц стоит 157 тысяч долларов. Я специально перевела, это 10 миллионов 250 тысяч рублей. 10 миллионов 250 тысяч рублей на месяц, чтобы съездить в Америку, неприлично роскошное казино в Монако, Атлантик, Сити, Макао, Баденбаден, Лас-Вегас. Понимаете? Если есть это предложение, значит есть спрос. Потому что если бы не было спроса, этого предложения бы никогда не было. Если есть, смотрите, четырехкомнатная квартира, 155 квадратных метров, 59 миллионов, проспект Мира, Москва, 59 миллионов. Мы с вами, мы даже не можем эту сумму сейчас в голове уложить. Коттедж в Подмосковье, 39 миллионов. Но, если есть эти квартиры, если есть эти дома, если есть эти путешествия, если есть эти машины, значит на них спрос есть, значит кто-то может себе это позволить. А нам с вами вообще далеко ходить не надо, нам надо просто серьезно заняться тем бизнесом, в котором мы находимся, и все остальное притянется в жизнь. Теперь берем свои красивые блокнотики. Блокнотики, я сейчас буду вам давать задания, вы будете писать, пожалуйста, не ленитесь, я энергетически почувствую, кто не будет писать, напишу ваше имя в чате. Поэтому пишем всем. Если вдруг вы не успели купить блокнот, вы сейчас пишете в старом блокноте или в любой, на любом висточке, но обязательно все это переносите. Блокнот должен быть новым, блокнот должен быть серьезным, красивым, или просто нейтральный, или с какой-то картинкой, которая вас будет мотивировать. Но ни в коем случае не кошечки, собачки, цветочки можно. То есть не давайте этот блокнот рисовать детям, потому что в этом блокноте будут храниться только ваши мечты. И я уверена, что через 10 лет мы с вами встретимся, все откроем эти блокнотики, и все абсолютно у нас с вами сбудется. Итак, на первой странице мы пишем крупный чек-лист мечты. Я буду говорить быстро вам вопросы. Вы кратко описываете. Отлично, супер. Вот. Вы кратко описываете, потом или вечером сегодня, если будет время, или завтра, там в течение дня вы сможете все это дописать. Итак, чек-лист мечты. Прежде чем мы начнем писать мечту, мы сейчас все это проработаем. И зачем это нужно будет, я тоже вам скажу. Как выглядит ваше тело? Ну, берите, вот год вы можете взять любой. Через год, через три, через пять. Возьмите средние три года. Как выглядит ваше тело? Быстренько описывайте, чем вы занимаетесь. Может быть, там вес свой, рост свой можете, ну, рост не изменится, да, вес можете написать, образ жизни, там, ну, и так далее. То есть, как выглядит ваше тело через три года? Второе. Прям циферку два ставите, пишите. Как видите, отношения в семье. То есть, здесь, может быть, у каждого человека разное, да, там, бешеная, безбашенная жизнь, каждый год новый партнер-любовник, живу по принципу, мечта миллионов не может принадлежать одному, тихое семейное, уютное счастье с тремя детьми, ну, и так далее, и так далее. То есть, каждый пишет то, что видит он. Циферка три. Не быстро? Вы вышли из дома через три года. Что вы видите вокруг? Где вы живете? Что вокруг? Этот чек-лист вы можете прописать на год, вы можете прописать на десять лет. То есть, все, за десять лет вы, конечно, да, за три года легко можно сменить место жительства. То есть, если вы, например, сейчас живете в квартире, мечтаете купить дом, да, описывайте. Вы вышли из дома, что видите? Четвертое. Сколько вы зарабатываете в год? Месяц умножаем на 12. Ну, то есть, если это десять тысяч, то это сто двадцать тысяч в год, да, если это сто тысяч, то это миллион двести в год, если это двести тысяч, то это два четыреста в год. Смотрите, сумма, от которой вам не смешно, которую вы легко пускаете в голову. Если вы сейчас напишите, что я зарабатываю миллиардов в год, да, и вам самому некомфортно от этой суммы, она никогда не придет. То есть, пишите ту сумму, которая вам нужна, от которой вам нормально. Пятое. Чем вы занимаетесь? Новое дело, тем же, чем и сейчас. Открыли свой цех, клуб, офис, так далее, разработали какую-то новую продукцию или что-то иное. То есть, чем вы занимаетесь через три года? Шестое. Как выглядит ваша команда мечты? Опять же, не важно, чем вы занимаетесь. Пять сильных, амбициозных лидеров, мега-крутая корпорация монстров, монстры в кавычках, тысяча людей в офисе, иное. То есть, как выглядит ваша команда? Какая система приведет вас к свободе? Седьмое. Два вопроса осталось. Вы летите отдыхать через три года. Куда летите? И восьмое. Сколько детей и внуков вы готовы принять при жизни? Все успели? Пишем детей столько-то, внуков столько-то. Это тоже очень важно, сейчас вы поймете, почему. Все молодцы, вы потом все это подробно допишите, не оставляйте просто так, допишите обязательно, хорошо? Ну и теперь ни для кого не открою Америку, хорошо слайд видно, все читается. Ни для кого не открою Америку, да, что есть определенная такая чаша, блюдечко с голубой каемочкой, ну или по-другому оно называется колесо жизни. Вот сейчас мы с вами будем его заполнять. Сейчас я найду. Вы сейчас просто схематично сделаете, потом сможете подписать. Ну или просто рисуем быстренько круг, на 8 частей его делим, вот так вот элементарно. И буковки подписываем «С», развитие, благосостояние, я вам сейчас их прочитаю. Сейчас я найду. Все, да? Все готовы? Поставьте мне плюс в чате, чтобы я понимала, что вы готовы. Все, поехали. Сейчас вам нужно будет прислушаться к себе. И на этом круге мы сейчас с вами будем отмечать каждую, оценивать каждую сферу жизни. Один. Ну вот видите там, один, десять, да? Один – это если полный провал в этой сфере, а десять – это полная удовлетворенность. Вы начинаете отмечать с семьи. Я читаю вам. Если вы сейчас в моих словах услышите то, что вы не продумали, вы можете вернуться и поставить другую, ну, другую циферку. Семья. Это отношения в семье. Любовь. Это любимый человек, дети и родители, дедушки и бабушки, внуки и внучки, ближние и дальние родственники. Каковы эти отношения? Насколько вы удовлетворены тем, что происходит в вашей большой семье, которая распространяется далеко за пределы ячейки общества? Как принято сейчас называть? Возьмите тот круг людей, которых вы хотите видеть в этой большой семье. Если какие-то близкие люди не войдут в него, но вам от этого комфортно, значит и не нужно, чтобы они были рядом. Только не вычеркивайте из этого круга людей, отношения с которыми испорчены, но вы считаете их членами своей семьи. Будьте искренни. Дальше. Второй сектор. Развитие. Развитие это, собственно, то, ради чего мы приходим в этот мир. Пройти какие-то уроки, усвоить какие-то знания. Уже многим понятно, что учиться нужно всю жизнь. К этому нас подталкивает любопытство. Под развитием здесь мы понимаем и обучение знаниям, и навыкам, и работа над собой, и наш личностный рост. Прислушайтесь к себе. Насколько удовлетворена ваша жажда знаний, ваше любопытство? Личностью какого масштаба вам бы хотелось быть? Вспомните, какую книгу вы читаете сейчас, какие курсы, может быть, тренинги, что вы делаете для собственного личностного роста. Так, я вам сейчас, кстати, покажу мою книжку, которую я сейчас читаю. Вот это. Дальше. Влагосостояние. В это понятие входят не только деньги. Это и условия вашей жизни, и те сбережения, что у вас есть, и та собственность. Это и уровень жизни, сколько вы зарабатываете и тратите. В какой степени вы удовлетворены этой сферой жизни. И помните, что это также влияет на ваш уровень счастья, как и другие сферы жизни. Дальше. Окружение. Сюда мы относим меру удовлетворенности наших отношений с друзьями, с врагами, если они есть, с коллегами по работе, с соседями, просто с теми людьми, с которыми мы часто видимся. Например, с продавцами в магазине. Многие из этих людей очень сильно влияют на нашу жизнь. Например, друзья и коллеги. Поставьте, насколько вас устраивает это оборужение. Дальше. Карьера. Сюда входит удовлетворение вашей работы или бизнесом. Или и то, и то одновременно. Также ваш социальный статус, ваша профессия, насколько вы удовлетворены своей загруженностью. Яркость жизни. Здесь вообще очень хороший такой раздел. Эта сфера жизни включает в себя, насколько вы умеете создавать для себя новые впечатления. Ведь они очень важны для того, чтобы ощущать наполненность своей жизнью. Здесь речь идет о вашем хобби, о развлечениях, об отдыхе, о путешествиях. Насколько эта сфера жизни приносит вам удовлетворение. Здоровье. Куда же без него. Когда мы здоровы, мы не обращаем на это внимание. Но если что-то идет не так, они сразу становятся проблемой номер один. Насколько вы себя хорошо чувствуете. Сюда входит самочувствие, внешний вид, подвижность, настроение, прогулки, бодрость, питание, режим, спорт и сон. Духовность. Под духовностью мы понимаем наши отношения с верой, а также с искусством и творчеством. Это та сфера, которая хоть как-то сдерживает материальность нашего мира. Ни в деньгах счастья, ни в хлебах, ни в едином живых человек. Так говорили наши предки. Насколько отношения с этой сферой жизни приносят вам удовлетворение. Сейчас вы поставили точки. Теперь соедините все эти точки. У вас должна получиться фигура. Скорее всего, как правило, получается фигура неправильной формы. Где-то меньше, где-то ближе. И вот чем ближе к идеальному кругу будет ваша фигура, тем гармоничнее, успешнее будет ваша жизнь, и тем больше меч начнет сбываться. Потому что если у вас в семье 10, а в благосостоянии 0, так, то ни о какой гармонии в жизни идти не может речи, да. Напишите, есть у кого-то, у кого прям получилось фото, у кого ровненький такой кружочек получился. Или все-таки какие-то сферы западают. Пишите пока, какие фигурки у вас получились. И если, вот, значит, теперь вы точно знаете, с какой сферой вам нужно начать работать, чтобы выправить этот круг, колесо жизни, этот, настроить гармонию, да, на все стороны нашей жизни, да. И когда мы с вами, ну, не до десятки, конечно, но до девятки дойдем, восьмерка-девятка, да, примерно, то, конечно, мечты уже здесь будут более легко осуществимы, чем, например, в тот момент, когда есть фигура непонятная особо форма. Хорошо слайд видно? Я вам специально его сделала. Смотрите, враги мечты, обиды, ненависть, зависть, злость, сожаление, жадность, гнев, такой я весь бедненький, несчастненький, у всех ты так все хорошо, у меня так все плохо, чрезмерные траты, зависимость от алкоголя и секса, ожидание изобилия без отдавания, эго и жалобы. Вот первое, с чего нужно начать, это избавляться от всех этих нехороших вещей, потому что если, вот смотрите, девушка выставляет фотографию с Мадрида, пишет, бешеный ритм жизни, не успевая писать посты, сегодня мы попали там на рынок морепродуктов, но это стоило того, потому что самые свежие, самые вкусные продукты во всем Мадриде. И ей Гульнара Гранат пишет, если вам очень важно писать посты, а не жить просто, то сидите, пишите, откладывайте дела, вам же больше важна показушная сторона жизни. То есть вот здесь, о чем это говорит, да, таких людей очень много, но это не наши люди, мы пропускаем их от себя, да, подальше, такие люди не нужны нам ни в бизнесе, ни в принципе в жизни, потому что если у нас, и другая сторона, да, что если у нас, вот это у самих сидит в голове, что кто-то смог, кто-то показывает свою показушную жизнь, а я такая бедная и несчастная, твоя бедность и несчастность только в твоей голове, потому что все остальные рекрутировали, а ты нет, так получается, правильно же я говорю? Поэтому, первое, с чего мы начинаем, когда мы начинаем переходить снова к своим блокнотам, чтобы начать писать мечты, начать клеить снова карты желаний, да, чтобы снова все исполнилось, мы начинаем избавляться от всех этих нехороших вещей. Все должно быть в жизни гармонично. Замечали ли вы, что с уровня золота, старшего золота, абсолютно все счастливы? И я думаю, что если на этом, вот я думаю, что у Людмилы Устиновны точно примерно кружок получился ровненький, причем вот такие большие циферки, потому что, ну в принципе, да, все хорошо, семья, мне вот знаете, например, о чем я тут подумала, что практически, даже не практически, а у 100% директоров Арифлейм все дети отличники. Вот я не встречала на своей жизни такого, чтобы мама была золотым, например, директором, вот, да, золотым директором Арифлейм, например, да, а у нее ребенок был двоечник. Такого не бывает просто. Конечно, есть другие ситуации, когда мама не работает в Арифлейм, у нее ребенок отличник, но я с другой стороны смотрю. Тут как бы исключение только подтверждает правило. Здесь практически у всех поголовно. Если там, когда мама постоянно на работе, некоторые только дети, которые вот сами по себе такие громотеи, да, то здесь у всех абсолютно правильно, вот это все, развитие постоянное, благосостояние отличное, окружение, ну потому что все, вот этот весь баллад, который ноет, обсуждает всех, в том числе, там, начиная с нашего президента, да, заканчивая там своими коллегами, люди просто отошли от этого окружения, да, окружение, карьера, яркость жизни, ну а что тут, а как яркости нет, потому что ты можешь себе позволить все. Дальше здоровье, про здоровье тоже, духовность, то есть правильно, круг получается гармоничный, очень большие баллы, поэтому, опять же, есть к чему стремиться, куда идти. План, теперь мы переходим, мы с вами поняли, от чего нам нужно избавиться, и мы переходим к плану составления и мечты. Для начала вот такая, ну, картиночка, да, однажды еврей, живущий в квартире со слепой матерью, долго молился Богу. Наконец Бог жалился и сказал, хорошо, я помогу тебе, исполню одно твое желание. Еврей, недолго думая, написал, хочу, чтобы моя бедная слепая мать могла увидеть, как моя красавица-жена одевает бриллиантовое колье на шее моей любимой дочери в роскошном автомобиле, припаркованном у бассейна моего шикарного особняка на собственном острове. Учитесь правильно формулировать свои желания. Итак, план составления мечты. Мы снова открываем блокнот. Вот смотрите, да, растуй, ну, вот к этому можно относиться по-разному. Растущая луна, нерастущая луна, здесь, знаете, какая позиция должна быть. То есть, если вы в это верите, то это так. Если вы в это не верите, то это тоже так. Так, но рекомендую делать и карту желаний, и все эти списки, да, и желание записывать на растущую луну. Первые, третьи лунные сутки. Как отличить растущую и спадающую, убывающую луну, узнаете? То есть, если мы смотрим на луну и видим буквку S, это луна убывающая. Если мы видим луну, в которой мы можем дорисовать палочку, и будет буква R, это луна растущая. То есть, не надо заглядывать ни в какие, да, 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 да. Не надо заглядывать ни в какие календари, вы просто смотрите на небо и все понимаете. И начинайте. Я сейчас расскажу вам методику новую по Тони Робинсу. То есть, она немножко отличается от других методик, которые раньше были. Он рекомендует формулировать желание, вот, или в настоящем времени, как раньше, да, писали и говорили, или на «я хочу». То есть, все мои «хочушки» исполняются. Формулировку начинаем с «я хочу» или «произошедшее». Сначала это сейчас прослушаете, потом будете формулировать свое желание, пока формулируете его в голове. Одно будем сегодня, потом вы все 100 сами допишите. Конкретика принципиальных моментов, фамилии, имя, отчество, сумма и прочее, то есть, если там касается чего-то, да. Желание в положительном ключе и без частицы «не». Нельзя, чтобы что-то заканчивалось или исчезло, только со знаком «плюс». То есть, ни в коем случае не пишем, что «я хочу, чтобы из моей жизни исчезло, наконец-то, там, то-то-то, да». Желания должны быть экологичными, светлыми и добрыми. Увести мужа из другой семьи – это не экологичное желание. «Я хочу». Не забывайте только «я», «я», «я» и только для себя, не для других. Если, например, вы хотите, ну, какую-то машину «Мерседес», да, а муж хочет машину «Тойота», и вы, ну, ладно, блин, уступлю ему, напишу свою карту желаний, там, напишу свой список «Тойота». Она не исполнится ни та, ни другая, потому что это не ваше желание. Исключение составляют только дети до 14 лет. Для них вы можете желание загадывать. Старше 14 тоже не можете загадывать. Дальше. Проверяем все свои желания на тест «хочу», «должна», «надо». Если вы, если вы, если ваше желание, что «надо», что-то, да, это желание неискреннее, оставляем только «искреннее хочу». Вы никому ничего не должны. Загадываем конкретно и описываем максимально подробно. То есть, если мы хотим дом, то хочу жить в доме, который является моей полноправной собственностью вместе со своей семьей. Дом располагается на расстоянии не более 10 километров от центра города, двухэтажный, с двумя детскими и комнатой для гостей. А в входной двери сделаны дверцы для нашей кошки и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вы прям четко рисуете этот дом. Дальше. Попробуйте, следующий пункт, попробуйте найти разумный компромисс между тем, чтобы не бояться загадать доход в три раза больше текущего, и не загадывать миллион долларов, если не знаете, что с ним делать. Желания должны быть в совершенном виде, то есть, хочу покупать дом, заменяем на «хочу быть собственником дома». Самый шикарный кухонный гарнитур красного цвета за 250 тысяч рублей, то есть, если вы его уже выбрали, да, и с наслаждением пью кофе и читаю чаты. Желание сияет энергетически. Или, например, каждое утро я приезжаю на работу, выхожу из своего красного там, Геленвагена, например, да, и все в доме там смотрят на мою красивую машину, а я счастливая и довольная иду. Дальше, двенадцатое, выплатить кредиты, ипотеку и так далее, все долги – это табу для желаний. Вы еще больше увеличите энергию долга. Ни в коем случае не пишите ни одно такое желание, где что-либо связано с долгами. В отдельном блокноте написать три страха по этому желанию. Например, я, вы пишете, да, я закрыла, ну, например, там, в октябре 2018 года бриллиантового директора, выхожу на сцену, получать чек 6 тысяч долларов, счастливая, довольная, там, вся в цветах и аплодисментах. Затем вы прописываете страх, я боюсь быть бриллиантовым директором, потому что мне нужно будет там каждые полгода покупать новое платье, а мне не нравится моя фигура, да. Затем вы все эти страхи зачеркиваете и пишете, это всего лишь мои страхи, потому что некоторые мечты, как говорит Тони Робинс, Энтони, да, правильно, говорит, что если человек загадывает желание, но бесконечно боится вот каких-то цепляющих моментов за это желание, оно тоже не сбывается. Так, написали, это всего лишь мои страхи, вы можете порвать и выбросить эту бумажку, но главное, что вы ее вылили, этот страх вы вылили уже на бумагу, и он никаким образом больше за ваше желание цепляться не будет. Задача словить состояние и забыть. В списке 100 желаний, сейчас мы будем писать только одно, вот по этому рецепту, который я вам рассказала, да, в списке 100 желаний, когда вы будете писать, вы миксуете мелкие с крупными, чтобы Вселенная и ваш мозг понимал, что вы достойны получить абсолютно все, потому что Вселенная без разницы получить новую книгу, или там купить новую куртку, или новое белье, да, или получить машину там за 3 миллиона. Вселенная без разницы, поэтому в 100 желаний, когда вы будете вычеркивать, да, то, что у вас там сбылось, маленькая, ну, какие-то мелкие вещи, да, вы будете вычеркивать, например, из блокнота, из твоего, соответственно, будет поэнергетически будет понятно, что вы достойны того, что и все большие желания также легко будут исполняться. И очень классно составить микс из желаний, но над этим надо поработать, да, то есть хочу каждый год, например, то есть это просто пример, хочу каждый год вместе с любимым мужем, каким-то таким-то гулять по берегу Карибского моря и наслаждаться жизнью, красивым пейзажем и холодным шампаном. То есть здесь микс желаний, что и мелкие какие-то желания, например, шампанское, красивый пейзаж, да, и крупное желание, что Карибское море, и плюс еще и муж приплетен, да. Так, написали, словили состояние и отпустили его. Вот, теперь мы прописываем по всем этим правилам свое желание. Я понимаю, что сейчас это будет делать очень трудно, потому что, но мы сегодня с вами учились мечтать, и я думаю, что я вас возбудила немножко, и вы, я сама достала свой старый блокнот. Давайте, пишите, я вам пока буду рассказывать, да, достала свой старый блокнот, вот смотрю, 2008 год, вот у меня 11 желаний, все вычеркнуты, все вычеркнуты. С 2008 года я вообще, в принципе, ничего не писала. Вот написано на 2011, кстати, год, 12 уже желаний, да, из них 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 выполненных, остальные как не выполнены. И дальше у меня просто написаны 100 желаний, 100 желаний написаны, из них, ну, вот, очень-очень мало выполнено. И сегодня я еще, я просто сегодня села и начала писать. И просто столько в голове желаний, оказывается, я вообще просто, и когда ты начинаешь писать, желания начинают цепляться один за один за другим. Ты начинаешь думать, 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 что тебе еще столько в жизни надо успеть и делать, ты столько еще хочешь всего получить. И почему все благи мира проходят мимо тебя, ты тоже этого достоин. Все написали? Сейчас я покажу пример, почему нужно мыслить позитивно и начинать с мелких вот притягиваний желаний, каких-то мыслей, да, то есть вот прям последние конкретные, ну, такие вещи, так, вот план, например, и все. Кто написал, ставим плюс. Кто написал одно крутое желание с эмоциями, с примерной датой, с прям вот с крутыми, с крутыми какими-то инсайтами, которые прям очень-очень вам нужны в жизни. Ставим плюс чат. Недолго еще осталось, прям осталось чуть-чуть-чуть-чуть совсем. Но мы как раз сейчас уложимся. Девочки, вот вы понимаете, да, Людмила Устинна самая первая написала мечту. Вот самая первая. Учимся мечтать. Остальные? Кто еще написал? Классно. И все желания всех, кто сегодня пришел на этот вебинар, потому что сегодня мы с вами все вместе запустили такой поток энергии, что просто тот, кто находится, один человек, это один, это одна энергия, да, это одно желание, это одна сила. Когда нас много, эта сила увеличивается в разы. Сегодня тот, кто мы с вами точно встретимся обязательно с этими блокнотами, ваша задача будет дописать все сто желаний, вот так же, как я вас сейчас научила, я сейчас покажу примеры сбывшихся желаний, но для начала я покажу, почему важно настроить свою волну, да, вот на каких-то мелочах. Вот смотрите, переписочки прям вот коротенькие. Ну, это такие примитивные переписки, да, про силу мысли, вот про силу желания, да, про силу мысли. Смотрите, я пишу, Альфина, привет, скажи, это ты за ягодами приезжала? Она пишет, привет, да, это была я. Я пишу, хотела тебе написать, а то ты спрашиваешь поздно, когда ягод уже нет и забыла совсем про тебя. Я приезжаю, а мама говорит, девушка твоя приезжала, которой ты звонила, я тебя мыслями притянула, я никому не звонила. То есть я просто про нее подумала, что есть ягоды, девушка, которая постоянно спрашивает, у меня есть ягоды, все. И она приехала, представляете, в этот же день, когда мы с мамой про нее поговорили. Она приехала, то есть я ее притянула просто своими мыслями. Ну, главное, начать с чего-то, да, с маленького начинаем, потом своими мыслями мы можем притянуть абсолютно все. Вторая ситуация была еще вообще, ну, такая, я целые несколько дней я искала фамилию врача. Вот вылетела и все, мне она нужна была вот прям очень-очень-очень. Потом я вспомнила, что вместе с этим врачом работает родительница из детского сада. Написала ей, что Катя, привет, подскажи, как зовут девушку, которая ведет первичный осмотр. Спросила, не глазами такая. Она мне пишет, привет, вы про терапевтов имеете первичный осмотр, там Оля и Маша. И потом я пишу, вот про Машу, блин, ком заключил, да. Она мне целый день не отвечает, а представляете, у нее в этот день поломается компьютер. Муж уходит у меня с этим компьютером, компьютерщику вниз там в нашем доме, ну, в последнем подъезде ремонтирует. Мне заняться нечем, я начинаю прибираться в шкафах. Простите. Я начинаю прибираться в шкафах, и представляете, приготовила мешки для мусора из этих шкафов. Думаю, сейчас я все выброшу. Представляете, первая бумажка, которую я достаю, вот эта бумажка направлением с этим врачом, огромной печати написана там ее фамилия, там и инициалы, я сразу вспоминаю. То есть вот это какая-то мелочь, но когда мы начинаем об этом думать, это каким-то образом притягивается в нашу жизнь. Если мы научимся притягивать с вами хорошие, мы научимся, во-первых, да, искореним вот этих всех врагов мечты, которые я вам рассказывала выше, и научимся притягивать мыслями мечты, обязательно все сбудется. И вот конкретные примеры. Смотрите. 13 мая 2018 года я стою перед зеркалом в примерочном магазине нижнего белья и примеряю лифчики размера 75B70C без пушапа. И вижу в отражении безумно сексуальную себя с изящной красивой сексуальной грудью, которая так красиво ложится в белье. Фоткаю себя и отправляю фотки мужчине моей мечты. Фотография. Первая в своей жизни белье без пушапа и купила сегодня, 13 мая. Ну вот магия, ну магия, она вот работает, вот так работает магия, когда человек верит, когда человек научился мечтать, когда человек ставит себе какие-то вот, убирает наоборот все рамки, да, все случается. Добрый вечер. Хотите верьте, хотите нет, но одно из моих главных желаний написано в списке сбылось, а мечтала я об этом целых два года. Вот что значит правильно все разложить по полочкам. И опять же, да, кто-то мечтает о квартире в 36 квадратов, а кто-то мечтает о квартире в 1000 квадратов. Мечта – это то, что должно драйвить, будоражить, возбуждать, звучать мягким бархатом внутри. Чего ты дожидаешься? Исполнение своих желаний в такое время не наступит. Такова все желания. Одно – родить другое. Синека. Помните, как в фильме «Чародеи» можно одно желание на двоих? Не верьте, мечтайте, желайте без ограничений, и все обязательно сбудется. Начинаем пахать на свою мечту, пишем свои мечты, возвращаемся с головой в Арифлейм. Жалко, последний слайд, но самый главный у меня. Вот. И закончить, я хочу стихотворение. А ты представь, что жизнь – воздушный шар. Избрасывай баллад обид пустых, когда взлетают в облака душа, ее на привязи булова не держи. А ты представь, что жизнь, как роль, которая дается только раз, зависит от тебя, кем суждено. Звездой стать или проблеском начать. Живи, как будто каждый новый день все твои мысли очищаются от зла. Как будто любишь всех вокруг людей, лишь ты – источник света и тепла. Цени, что можешь ты открыть глаза, в постели встать, услышать пенье птиц. Летит воздушный шар твоя в небеса, не зная ни препятствий, ни границ. Летит воздушный шар.